МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний эфир продолжает программа Зона Икс. Я Виолетта Соколович. Здравствуйте. Схема стандартная, но, как показывает практика, по-прежнему работает. Житель Минска попался на уловку кибер-аферистов. С его счета исчезли около 15 тысяч рублей. И, как рассказали в милиции, заявителю позвонили в мессенджере. Собеседник на другом конце линии представился сотрудником банка и сообщил, что от имени мужчины кто-то пытается оформить кредит. Чтобы обезопасить свой счет и деньги на нем потерпевшего, убедили установить на смартфон необходимое приложение и войти в интернет-банкинг. Представили типа каким-то отделом, группы, которые занимаются расследованием всяких мошенничества, там, сливой информацией, вот, имена, вот, данных, которые, ну, держать лекарточки, так далее. Там мой паспорт, там моя паспорт, там мои данные, и вроде как, ну, лекарточки оформить кредит. Потому что нельзя разглашать такую информацию никому, что это типа какой-то уходной ответственности, так далее. Снова повторяю, установить программу, типа, вот, разговаривающихся, да или нет. Ничего не подозревающий Менчанин исполнил все указания, в результате чего с его кардсчета были списаны деньги в размере почти 15 тысяч рублей. Сотрудники УПК провели проверку, следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители напоминают, в случае звонка в мессенджере сотрудника банков закончите разговор и перезвоните в банк по контактным номерам. Не устанавливайте приложение по просьбе неизвестных лиц. Обзор криминальных и чрезвычайных происшествий далее в программе. Друг за другом столичные милиционеры задержали двоих мужчин с травой. Первым попался 34-летний житель Минска. У него нашли 20 граммов марихуаны. Далее силовики вышли на человека, который сбыл мужчине-дурман. Спецоперация перенеслась в одну из деревень Барановического района. Плантацию по выращиванию конопли подозреваемый оборудовал в частном доме. Установлено, что задержанный изучил в интернете способы выращивания каннабиса, купил необходимое приспособление и несколько месяцев ухаживал за растениями. В ходе осмотра жилья изъяты кусты конопли, а также около 800 граммов готового товара. Следователями в отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Жителю Барановического района за сбыт наркотиков грозит до 15 лет лишения свободы. Три удара и двери отворились. В Пинске 17-летний юнец так жаждал встречи с девушкой, что его не остановил даже железный занавес в подъезд. Как итог, сломанный электронный замок и статья за хулиганство. По информации милиции, парнишка познакомился в интернете с 15-летней особой, которая предложила ему увидеться в офлайне. В компаньоны молодой человек взял приятеля, вместе они отправились на рандеву. Однако, пока ребята дошли до точки назначения, девушка перестала отвечать и на звонки, и на сообщения. Номера квартиры ухажер не знал, но выход нашел, а точнее вход. Молодой человек начал звонить в разные квартиры посредством домофона, так как не знал точного адреса. Ночью никто из жильцов дома открывать дверь молодым людям не захотел, поэтому несовершеннолетний нанес три удара ногой по входной двери, в результате чего сломал электронное заборное устройство. После совершения своих противоправных действий, молодой человек покинул место происшествия, однако в скором времени его местонахождение было установлено. В разговоре с милиционерами оправдать свое поведение несовершеннолетний хулиган не смог. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. А в Гродно молодой человек и познакомился, и подрался. Барышне прилетел хук в лицо после словесной перепалки. Дело было вечером, компания подруг отдыхала в одном из заведений в одиночестве, когда их досуг решил скрасить 20-летний юноша. Уже за полночь новые знакомые вышли проветриться, и тогда представителю мужского пола что-то в общении не понравилось. Собрав силу в кулак, он несколько раз ударил собеседницу. После третьего маха она упала. У пострадавшей ушиб мозга и прелом носа. Усмирил дебошира наряд департамента охраны. Я никого не бил, ну, не собирался никого бить. Я убегать не собирался. Все забирать. Мумия оживает или как ограбить ювелирную лавочку? В Омске мужчина заявился в магазин дорогих украшений и попросил посмотреть золотую цепочку. Это мог бы быть обычный покупатель, если бы не одно «но». Его лицо было забинтовано. Всякое бывает, видимо, подумала продавец и вручила незнакомцу изделие. Мумия примерила вещицу стоимостью 190 тысяч российских рублей и растворилась в песках времени. Позже полицейские задержали расхитителя ювелирки. Им оказался 44-летний, ранее судимый за грабеж мужчина. Примечательно, что в тот же день он пытался провернуть свой фокус в другом салоне, но там ему не доверили золото. Это были новости Зона Икс. Итоги дня мы подведем в 18.15. Оставайтесь с нами на Беларусь-1. До новых встреч. Продолжение следует...